Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро всем читателям и поклонникам Гороментофакта в Украине и сайта АИФ.ЮА. Сегодня у нас в гостях вице-мисс Вселенная, Диана Гатуша. Здравствуйте! Доброе утро! Очень приятно, что вы к нам залетали в гости, я к каждой правительскому, в такое раннее время. Вопросов много, все-все интересно, как это все происходило. И вот такой первый вопрос. В чем секрет триумфального выступления на конкурсе? То, что я оставалась собой и не менялась, не хотела быть лучше, хуже, что-то скрыть, что-то придумать. Я сохраняла свою индивидуальность. И это главное. Это самое главное. Да. До успеха, да? Спасибо большое. Следующий вопрос. Оправдались ли ожидания от конкурса мисс Вселенная? Я думаю, даже больше, чем я ожидала. Конечно, я знала, что я встречусь с талантливыми, знаменитыми людьми, то, что я познакомлюсь с новыми девушками из разных стран. Да, но когда ты уже приехал и ты все ощутил, это уже совершенно иные чувства. Вот действительно, это нужно прочувствовать на себе. То, что расскажут, либо ты увидишь по видео или по фото, это не то. То есть, вы когда ехали, вы ехали победить, правильно? Да, конечно. Изначально я поставила цель, только победа первое место. Я сама по себе победитель по характеру и я буду бороться до конца. Да, даже когда мне скажут, что нет, я буду стучаться в закрытые двери и не откроют. Да, мы взяли третье место. Но я считаю, что все-таки для нашей команды, для Национального комитета Мисс Украина и Вселенная, для меня это все-таки победа. Потому что у нас было на подготовку всего лишь месяц. И у других девушек был год, у некоторых полтора. Поэтому мы проделили действительно большую работу в столь короткий срок. Умнички, спасибо большое за ответ. У нас следующий вопрос. Правда, что между девушками настолько сильна конкуренция, что они делают друг другу пакостить на конкурсах? Не было времени пакостить, ссориться, враждовать. На самом деле, в этом году был настолько сплоченный корректив, что после конкурса, после финального шоу, нас собрали организаторы и хореографы. И сказали, мы приятно удивлены тому, что вы настолько сплочены, вы работали как команда. И спасибо вам большое за то, что не было ни ссор, ни всяких пакостей. Они действительно были в шоке, в приятном шоке. Бывает часто, что пакости происходят, а в этом году... Бывает. Всегда бывает. Всегда бывает, да. Вы же знаете, какие люди бывают, да? Разные, может быть. Просто мы на самом деле были настолько уставшие и загружены работой, мы спали по два часа в день. Вы понимаете, да, какое состояние у девушек. Хотя бы сохранить себя. Там еще нужно думать о другой. Нет, конечно. Мы даже помогали друг другу. А чем был расписан день вашего перед конкурсом? Что вы делали целый день, чтобы спали так мало, два часа? У нас были репетиции практически каждый день. интервью, газеты всякие разные, каналы, фотосессии, видеоролики. То есть каждый день был действительно расписан. У каждой группы это по четыре человека девушки. Моей группе была Сингапур, Соединенные Штаты Америки и Австралия. У нашей команды был один график, у другой команды был другой график. Все расписано. И мы даже не знали наперед за несколько дней, что у нас будет. Нам говорили вечером, собирали все в группе. Наш так называемый Шаперон. Это женщина, которая отвечает за четырех девушек. Я наговорила, завтра у вас подъем настолько-то, и так-то, так-то, так-то. Вас ожидают такие вот интересные испытания. Да? Это были испытания, да? Я наслаждалась, для кого-то это было испытание. Я действительно наслаждалась, кайфовала и впитывала всю информацию как губка. Потому что они настолько нравятся. Я бы с удовольствием это еще повторила. Но это действительно марафон красоты. Очень тяжело. Выжил сильнейший. Спасибо за ваш ответ. Следующий вопрос. Что вас больше всего впечатлило на конкурсе? Больше всего впечатлили, наверное, вот люди, атмосфера, отношения организаторов. И очень сильно меня потрясло то, что люди с других стран пишут до сих пор мне и поддерживают меня. И говорят, что ты для нас победительница. Корона Миссислены твоя. Да, это, наверное, все-таки отношения людей. Всегда меня как-то все-таки тревожило и радовало. И наши люди пишут, и пишут с других стран. Поздравляю. Супер. Люди понимают, знают, что происходит в Украине, да? Конечно. Спрашивали. Да. Да. Подходили организаторы. Подходили и конкурсантки. Они спрашивали, как ситуация. Что случилось сегодня. Что произошло. Я им рассказывала, да. Они тревожатся. Интересно. И тем не менее, девочки поддерживали. Мы записывали видеоролики в поддержку народа. В поддержку армии. Да. Следующий вопрос. Такой вот. Во сколько вышло участие в конкурсе? Кто был спонсором? Все финансовые расходы на себя взял Национальный комитет Мисс Украины Вселенной и лично Александра Николаевна Карафа. Вот. Я студент, поэтому что могла пожертвовать только спустимендию. А так все расходы, перелеты, занятия с хореографом, фотосессия официальная, все. Подборка гардероба конкурсного. Это все было на их стороне. Национального комитета Александры. А вот какая-то сумма есть? Сколько обошлось? Я же не могу, потому что я бы не оплачивала. Я понимаю. Да. Спасибо большое. Следующий вопрос. Что вы сделали первым делом, когда вернулись в Украину? Что произошло? Произошло, я позвонила родителям, не по интернету, а по украинскому номеру. И все-таки все друзья, все знакомые, которые были у нас в гостях, они меня поздравили. Говорят, давай быстрее едем. Мы его ждем. Ждем нашу победительницу. Потому что все считают, что все-таки мы победили. Я не считаю, что это прогреш. И я думаю, что главное победить в жизни, а не в конкурсе. Поэтому так. Хорошо. Вот мы с вами поговорим, а вы потом едете домой, возвращаетесь, если вы из Киеве. Нет. Домой я буду отсыпаться, набираться сил. Потому что вот эти вот пару месяцев в подготовке и три недели в Майами, это очень сложно. Морально, психологически это выжить. Физически. Да, физически тоже. Конечно. Ты с утра встаешь, ты уже должна быть полна энергии. В макияже, с прической, на каблуках. Но, кстати, между прочим, разрешали ходить без каблуков. Если остальные конкурсантки говорили, вы что, нужно ходить на каблуках? Нет. Я уважаю организаторов за то, что они нам разрешали. Они говорят, пожалуйста, это ваш выбор. Нам важно ваше здоровье. Да? Спасибо большое. Следующий вопрос. Почти уже, действительно, вопрос Тамары по поводу спонсорства и денег. Следующий вопрос. Майкл, добрый день. Диана, скажите об обидительнице конкурса. Вы с ней общались? Как она вам, как человек, считаете ли вы ее достойной победой? Паулина Мега, очень хорошая девушка. Да, мы с ней общались, конечно, потому что я общаюсь со всеми участницами. Познакомилась, да, с каждой что-то связаны какие-то моменты. И вот у Паулины был день рождения на конкурсе. Я ее поздравила, я подписала письмо, открытку. Ей было очень приятно. И с того момента мы начали общаться, потому что у нее день рождения был в начале как раз конкурса. Она открытый, доброжелательный человек. На сцене мы с вами наблюдали, она очень яркая, видная девушка. У нее прекрасная фигура. И я за нее действительно рада. И я хочу ей пожелать удачи, я думаю, что она будет достойной мисс Вселенной. Да. Спасибо большое. Следующий, наверное, не вопрос, а, крето-таки, пожелание. Украинец пишет. Привет, поздравляю высоким достижениям. Спасибо. Собственно, скорее не вопрос, а предложение. У нас в стране каждый день умирают люди из нецетков средств на покупку лекарств. Но эту тему никто не поднимает. Возможно, если ты обратишь внимание сограждан на этот вопрос в каком-то интервью или выступлении, то будет чуть больше спасенной жизни. Проблем сразу несколько. Больные люди стесняются просить помощи. Они почему-то считают, что проще умереть, чем обратиться в благотворительный фонд. Второе. Часто наши сограждане хотят помочь, но видят количество мошенников и боятся в очередной раз быть обманутыми. Нужно обратить внимание, что есть множество реальных и вступительных фондов, даже такие, которые работают под подраком западных организаций. Третье. В стране больше есть тысячи тяжелопольных, которые борются за жизнь. Это примерно по одному тяжелопольному на каждых 70 работающих. Если, как обычно, большая часть будет делать вид, что ничего не происходит, то помочь людям просто физически не получится. Спасибо. Спасибо, да, за вопрос, так званный. Конечно, мне очень неприятно все то, что происходит в стране, тем более я живу на востоке Украины. И я это чувствую, я это вижу, я за этим наблюдаю. И я общаюсь с очень многими людьми из Донбасса, из Луганска. Единственное, что могу персонально я сделать, я помогаю, отсылаю деньги. Я получаю стипендию. Я о том же говорила в предыдущем интервью. Также я, конечно же, молюсь. Молюсь Богу за то, чтобы это все прекратилось. И за то, чтобы все-таки было мирное небо над головой. И Украина все-таки вышла из руин и прекратили все эти смерти. Это очень неприятно. Об этом говорит весь мир. Относительно того, что сказать всем, я хочу сказать, чтобы начинали с самого себя. Если мы будем говорить о масштабном, а если все, а если вдруг. Не нужно думать, не нужно откладывать на какое-то время, на какой-то период. Нужно начинать с себя. Пойди отправь деньги. Не побоись, что они перейдут где-то не туда. Они доходят. Я узнавала. Деньги приходят, приходит помощь, приходит одежда солдат. То есть, питание. Это все доходит. Нужно все-таки убрать этот стереотип, что нет. И помочь идти навстречу. Начинать нужно с себя. И не ждать время, пока кто-то что-то сделает. Я беру и иду, отправляю деньги. Я иду и молюсь. И иду и помогаю. Спасибо вам большое за вашу помощь. Перейдем к следующему вопросу. Кристина спрашивает. Здравствуйте, Диана. Поздравляю вас с победой. Скажите, были ли на шоу какие-то курьезные ситуации? Можете рассказать? На шоу курьезные ситуации очень много было. Очень много было на самом деле на самых репетициях, чем на шоу. На шоу было тоже. Например, когда это телешоу. И у нас остается пара секунд до того, как мы будем ходить в эфир. На сцене очень много операторов. И, конечно же, хореограф. Один из моментов был такой, что у нас 3, 2, 1 секунда хореограф на сцене. Она быстро встала в позу среди конкурсантов. И никто ничего не заметил. Да. Одна девушка упала в обморок. Это такой неприятный курьез. Но все же это было на финальном шоу. Когда уже стояла пятерка фонаристок. И девушка упала в обморок из-за нервного срыва. Это очень сложно, да. А так, конечно, на репетициях девочки могли оступиться. Заговорить что-то там пропустить. Очень часто приходили на репетиции родственники, друзья. И девочка должна что-то там делать. Она стоит, просто машет и общается с родителями. И фотографируется. То есть разного много было всего, да. Очень приятные люди, которые звукооператоры, все сотрудники. Мы с ними так и дружились. И они должны были благодарны за то, что у нас такая сплоченная команда. И когда был полуфинал, после полуфинала на следующий день у нас была репетиция. Они все выстроились на сцене и говорят, спасибо вам большое за то, что вы сделали шоу прекрасным. Потому что действительно за много лет такого не было. Чтобы девочки сплотились, не сделали действительно хорошую, качественную работу. Да. И нам это было приятно. Потому что они говорят, вы хорошо смотритесь в эфире, нам хорошо, всему миру хорошо. Они были счастливы. Разные были курьезы, конечно. И пели песни, нам что-то говорят, а мы с ним поем песни. Нам это хорошо нам весело. Да. Ладно, значит, было хорошее настроение у всех. Да. Мы пели, я же говорю. Я учила украинские песни. Девочки на разных языках учили наши песни. Да. А с кем еще с девочкой познакомились? Так вот сегодня стали подругами у вас, да? Вы знаете, все-таки это же конкурс красоты. И все понимают, зачем туда приехали. Но мы сдружились на самом деле. Времени просто не хватало, чтобы мы поговорили о чем-то... таком глубоком, разознали что-то больше. Но я в первый же день, когда прилетела в аэропорт, я познакомилась с мисс Гуом. После чего она мне помогала и с прической, и с макияжем, и с одеждой. Также я сдружилась с мисс Кенни и Танзания. Они меня научили петь песни на их языке. Мы перекрутили как песню про Украину. И записали видеоролик. Да. Я жила с мисс Сингапур. Моя соседка из Сингапура. Я сдружилась практически со всеми девушками. Я общалась со всеми девушками. У нас не было языкового барьера, потому что все общались на английском. И все очень положительные, да. У меня про каждую есть свои, конечно, моменты, нюансы, которые я могу рассказать. Это очень интересно. Конечно, расскажите. Например, одну из девочек Тринады Табага я учила каждое утро кушать творог с медом. Потому что я люблю. Она говорит, что ты ешь? Что ты делаешь? Я говорю, это творог с медом. Она говорит, ой, я хочу попробовать. Нигерия. Ее звали Королева. В первый день, когда мы только съезжались, я говорю, привет, она. Привет, как тебя зовут? Она говорит, королева. Я говорю, меня Диана. Она говорит, я тебя буду называть принцессой. И так мы каждый день называли. Привет, моя королева. Привет, принцесса. Да, очень много разных таких нюансов было. А так вспоминать я буду очень долго. 88 девушек. Да, очень разные девочки. И о каждой есть, что вспомнить, да? Что рассказать? Да. Мирослава спрашивает, как стоит себя вести на конкурсах статурного уровня, искать друзей и поддерживать, или же надеяться только на себя? Всегда. Везде нужно надеяться только на себя. Это не зависит от ситуации, от момента, где ты и что ты. Всегда надейся только на себя. Потому что тебе никто нигде не поможет. Только твое внутреннее «я», твое сердечко тебе подскажет, как действовать правильно. И это действительно будет то, что нужно. Правда, мне. Спасибо за ваш ответ. Следующий вопрос. Роза, вот я нахожусь. Дианочка, скажите о вашем секрете. Как вам было добраться до финала и лично много уступить в победительнице? Роза, спасибо за вопрос. Я сказала в предыдущем, что самое главное оставаться собой и все-таки быть индивидуальностью, быть личностью, не меняться, не варьировать, да, и быть лучше, хуже. Это мне помогло. Потому что все говорили, все выделяли, что девушка из Украины, она настолько натуральная, настолько вот, как сказать, естественная. Она непредсказуемая. Потому что действительно все девушки как-то себя вели, и ты мог уже предоказать, что она сделает. А говорят, вот украинка, она особенно тем, что она такая, какая она есть. И вот, наверное, поэтому люди меня полюбили и общаются до сих пор, пишут мне письма. Относительно победительницы, ну это же Латинская Америка, все знают, какая у них энергетика. Я старалась по максимуму, на 500% выкладывалась на сцене, в этом, вы можете видеть, в видеоотчете, в прямых эфирах, кто смотрел, люди видели. Ну, а Латинская Америка, это есть Латинская Америка, и Колыбейка, она очень яркая, она очень эффектная на сцене. И она достаточно опытная девушка, и она готовилась год или полтора на этот конкурс. Тут даже говорили, что она с детства готовилась, чтобы поехать именно на Мисс Вселенную. Да. У меня был месяц подготовки, но мы не уходили в грязь лицом. Спасибо большое. Никита Павленко спрошу. Диана, скажите честно, вам не обидно, что вы остановились за шаг под победой? Что вы чувствовали момент облашения результата? А я не остановилась. Я иду еще вперед, иду по лестничке вверх. Я не собираюсь останавливаться, это ни в коем случае не остановка, ни пауза, нет. Это один из моих шагов вперед, один из этапов. И мы растем, мы добиваемся новых высот, мы развиваемся. А то, что я чувствовала, это не передать словами. Ты понимаешь, что все-таки ты добилась чего-то, и чего-то хорошего. Украина видит, Украина слышит. И может, как-то это поможет нашей стране, нашей ситуации. Я очень этого сильно хочу. Спасибо, что всем мы этого очень хотим. А что ждать в будущем? Какие грядут перемены, конкурсы, что ждать? Мы же не можем загадать, а есть ли будет что-то. Что будет в будущем, это уже подарки судьбы. Как видит Боженька, что преподнесет он нам. Относительно ближайшего будущего, я студентка, у меня все-таки будет второй семестр учебный. Сейчас у меня будет практика в прокуратуре. Я возвращаюсь в учебный момент, и все. Режим учеба. Конкурс уже остался в Майами, а теперь учеба-учеба. Сейчас главная учеба, да? Да. Каких-то планов еще не делали никаких, таких вот творческих. Ну, я же совмещаю. Вы же видите, что подготовка была связана с сессией и поездка на конкурс. Сейчас у меня тоже будет практика. И все равно я буду давать интервью на разные газеты и телеканалы. Это же можно совмещать. Мы же люди, мы же не роботы. Да, мы же не роботы. Мы же все приятное, полезное. Все в один день. Следующий вопрос. Лиза Маркова спрашивает. Здравствуйте. Диана. На конкурсе вы держались довольно уверенно. Не могли бы вы дать пару советов, как быть уверенностью в себе в обычной жизни? Как не потеряться среди этого огромного мира? Лиза, просто будь собой. Я это говорю уже в третий раз на этом интервью. Верь в себя, верь в свои силы. Потому что ничего невозможного нет. Я в который раз в этом убеждаюсь. Просто у тебя должна быть цель, ты должна быть уверена в себе. Потому что ты индивидуальна, ты такая, какая ты есть. Нужно благодарить Боженьку за это. Да. Каких-то вот секретных методик нет, да? Главное всегда верить, быть своими собой. А это и есть главная методика. Самый главный секрет. Секрет то, что его нет. Спасибо большое. Следующий вопрос. Алина Супольцева. Здравствуйте, дорогая Дианочка. Ты не будешь ли я дарить тебе очень красивую обувь? Назови, пожалуйста, свой размер ноги. Алина, спасибо большое. Обувь я привыкла покупать себе сама. А мой размер ноги, он соответствует моим антропометрическим данным. Поэтому спасибо. Я как-то всегда себе сама покупаю обувь. А подарки вы любите получать? Я думаю, все люди любят получать подарки. Но я такой человек, что я люблю больше верить в подарки, на самом деле. Вот я люблю, когда я дарю и вижу реакцию человеку, улыбку на лице. Вот эти вот эмоции. Я больше от этого заряжаюсь. Когда я получаю подарок, это, конечно, приятно. Но мне больше нравится дарить. Дарить? Да. Дарить радости и эмоции? Да. Следующий вопрос. Лидия Муселяни спрашивает. Диана, расскажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь? Я думаю, что, если честно, не только я об этом мечтаю, а все мечтают, чтобы все-таки в нами было мирное небо. И Украина вернулась в то, какое она была, процветающая. И действительно, чтобы все ушло, эти вот руины, плохие эмоции. Я хочу, чтобы все вернулось на свои места. Чтобы мы были с положительными людьми, не плачущие, и нет смертей. Чтобы все развивалось, экономика, все восстановилось. Это сейчас самое главное. Мир. Да, это сейчас самое главное. Все хотят. Спасибо. Следующий вопрос. Катерина из Харькова спрашивает. Как часто вы бываете на родине в Змеере? Последите ли по приезду в Украину в Змеевский район? И вообще, сейчас вас в социалистическом районе часто там бываете? Конечно. Змеев – это моя родина. Я там бываю часто. Как только прилетела с Киева, сразу поехала в Змеев. Да, я уже там была. Там мои корни. Там, вот именно там особая энергетика. Туда я приезжаю, я заряжаюсь, отдыхаю. Там мои знакомые, там мои друзья. Там все силы. Там черпаем силы. Черпаем, черпаем. И очень часто черпаем. Хоть, конечно, я учусь в Харькове, но в Змеево часто бываю. Спасибо большое. Следующий вопрос. Лемур спрашивает. Диана, а вы косметикой пользуетесь? Натурально. Это все натуральные маски для лица, для волос. Это все натуральные ингредиенты. А уже брендовая косметика по названию, это все зависит от отдельного, что ты хочешь нанести. У меня очень разнопланово, очень, да. Тем более, что сейчас на конкурсе мы сотрудничали с разными брендами, и они подносили свои подарки. Я не могу отметить, что то плохое, то хорошее. В чем-то есть хорошее свое, что ты оденна в другом бренде. Да, я пользуюсь несколькими брендами. Не будет ли рекламы какие-то бренды, да? Нет, не будет такого. На правах рекламы, нет, такого не будет. У нас, кодица, вопросов много. И последний вопрос. Никита Клю спрашивает. Диана, я влюбился в вас. Скажите, ваше сердце свободное или в нем уже живет кто-то? Никит, мне очень приятно. Я говорила на предыдущем интервью, что на моем пальце нет обручального кольца. Я не изменила свою фамилию, то есть я еще не вышла замуж. И даже когда я выйду замуж, когда у меня уже будут детки, я просто не хочу высветлять в люди свою личную жизнь, потому что это моя личная. То, что нужно людям знать, они знают, они будут знать. А моя личная я хочу оставить у себя дома и наслаждаться этим. Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам. От вас пожелания читателям, поклонникам. А будьте собой, пожалуйста, и будьте уверены в себе. Наслаждайтесь каждым днем, потому что неизвестно, что будет завтра. Наслаждайтесь этим моментом. И будьте, еще раз говорю, счастливы. Это нам поможет. И мира нам, конечно. Мира. Спасибо большое. Напомню, у нас до сняг была вице-мисс Елена Диана Катуша. До свидания. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...